Привет, мои дорогие! Что у нас вышло? Я вышла на природу, выехала, а тут такой страшный ветер, что я ничего на улице записать не могу. Напила с святой воды, я приехала на Квелю, на родник, на родник, на очень красивый родник, и набрала себе святой воды. Зачем я ее набираю? Потому что я на эту воду, я ее пью, во-первых, а во-вторых, я снимаю порчи на эту воду. И хотела рассказать про снятие порчи. И, дорогие мои, не обязательно ходить по бабках. По бабках или по бабкам? По бабкам, наверное. Вы сами все можете сделать дома сами. И здесь, ну, представьте, да, что... С чего начнем? Вокруг нас существуют какие-то невидимые нашему глазу сущности, которые питаются низкой вибрацией. Нашими низкими, низменными всякими плохими эмоциями. Что это? Зависть, жалость, печаль, грусть, ненависть. Ну, вот это все, что плохое, да. А вот это, если вы истощаете из себя такую энергию, к вам подселяются всякие маленькие лярвочки, дужки там, всякие паразитики, которые, которых мы не видим. У них нет своего кишечника, там, пищеварительного тракта. Они питаются только энергией. Вот как ваш телефон. Вы же не бросаете ему кусок мяса, да, чтобы он зарядился. Вы его подключаете в резеточку. Вот эти вот существа, сущности, они подключаются к вам. Если вы постоянно генерируете какую-то определенную чистоту, да, чистоту неудачи, выходите и про себя, как люди про себя говорят, ой, я неудачливый, у меня ничего не получается, у меня нет денег, у меня нет того, у меня нет счастья. В основном так люди про себя говорят. Вот если вы постоянно излучаете какую-то определенную энергию, да, вот отрицательную, например, своей, не знаю чего, неудачливости, ну вот и к вам присосется какая-нибудь такая вот гадость, которая вот этой энергией питается. Если вы там испытываете кучу целых всяких вот этих вот негативных эмоций, ну у вас там будет их штук 10, да, вот этих вот. И вот представляете, они вас жрут. Вот вы с утром встаете, и вы уже уставший, уставший, у вас только в голове бетонная мешалка, вот эта вот мысль-мешалка, которая все время думает о том, как все плохо, как денег нет, дети дураки, там муж алкаш, и вот все, и поехали, начальник тоже там какая-то зверина. И вот так вот, а они жрут вас. И вы думаете, ну что-то все плохо, энергии нет, пойду-ка я, пойду-ка я к бабке. И вы приходите к бабке, а что бабка делает? А бабка-то молодец, бабка-то святая, ну или женщина какая-то. она молится, она молится, у нее там иконки в доме, она постоянно чистит свою энергию, энергию своего дома, своей квартиры, она там медитирует, молится часами, у нее хорошая положительная энергия. И вот представляется, вы к ней приходите, ну и она там шурым-бурым обряд какой-то там творит. Вот эти все обряды, это все туфта. У меня вот, например, есть старинное веретено, вот которым я снимаю порчу, там людям, да, там выливаю воск, там потом колю этим веретеном, но это для пущей страсти, да, чтобы человек больше верил. А по факту, по факту лечит молитва, которую читает бабка. И она должна это читать, ну вот как она, ну хорошо читать, хорошо читать. Она должна быть каким-то медиумом, типа медиума. Но если вы научитесь бегло читать молитву, вы то же самое можете делать, да. Или вот, например, бабке хватит три раза прочитать эту молитву, а вам надо сто. И вот, к чему я. Можно заряжать этими молитвами воду, да, через кишечник ее в себя подавать, там, через пищеварительный тракт, а через уши, там, через глаза, да, через все, да, смотрите на красивые святые иконы, а там какие-то узоры, это через зрительное ощущение, да. И молитесь, молитесь. Что делает бабка? Вот, например, что делаю я? Когда ко мне приходит человек, я его сажу, наливаю там в миску священную воду, вот, которую я на этом роднике беру. Воду наливаю, что у меня там, воск, вот это волшебное веретено мое, заблудилась в своих мыслях. Так, я надеюсь, они выйдут. А, и вот воду. Смотрите, что можно сделать с водой. Я, когда набираю воду, я один стакан специально для клиента ставлю далеко-далеко, а другой стакан я ставлю перед ним и перед собой себе пить, чтобы когда горло пересыхает, и мы молимся. И вот вода потом заговоренная. Ой, у нас проблемы. Хьюстон у нас проблемы. Ой, молодец мужик, блин. Выехал своим сятом. И вот я заговариваю воду. Я заставляю клиента, клиентку в основном, эта женщина любит ходить, молиться. И мы читаем отче наш. Читаем. Я читаю один раз, один раз она. И это вот у нас все длится где-то час-полтора. Потому что я три раза сливаю воск, и мы молимся, молимся, молимся. И вот смотрите, да, пришла эта женщина, на ней, короче, сидит куча вот этих вот всяких паразитов, которые ее жрут. Жрут ее энергию. И вот когда мы начинаем молиться, да, а как в Библии было сначала, было слово, да. И вот слово против слова. И ее вот эти вот слова, что она там плохая, неудачница, и все такое, да, вот, и мы тут молимся. Отче наш, и говорим святые слова, которые лечат. И вот мы полтора часа вот гоняем ее вот этих духов. Она же об этом не знает, а потом она выпивает водичку, я выпиваю свою водичку. И эта водичка уже тоже как бы заговоренная. И мы звуком, да, этими словами святыми разогнали нечисть всякую вокруг себя. И она потом хвастается, что вот две недели, например, у нее все было хорошо, да. Никто там, она не переживала, там спала хорошо, да. Ну, ее пространство очистилось от этой всякой нечисти. И поэтому ей стало хорошо. Но она же дырявый друшлаг по факту. Почему к ней все это дерьмище лепится? Потому что она все время в отрицательных эмоциях. Она себя почистить не умеет по глупости своей, можно так сказать, да. Потому что сейчас этой информации всякой везде можно найти. И молитвы можно найти, да. Любую молитву вы можете найти в интернете. И как почиститься, и съездить где-нибудь воду хорошую набрать, заговорить ее самому и пить. И вот я про это. И вот смотрите, если вы хотите сами себя почистить, во-первых, чистите постоянно свои квартиры. Квартиры, дома. Ну, можно... Вот я, например, ездила к подруге, она мне дала какие-то чудесные травки. Знаете, такие травы в пучок связанные. Я даже не знаю, что там за состав. И я вот эти травы поджигаю, и они когда вот кодят, как у папака Адидла, кодила, кодила, да, наверное, так. Вот и выходите по квартире, ну, там вот этим дымом помахали, помахали, там через пару минут проветрили, и все у вас хорошо, да. Вот это типа тоже чистят от всяких вот этих духов. А просто даже можете в интернете посмотреть, какими травами, дымом каких трав можно чистить помещение. И там сами соберите, закажите у кого-то, купите. Таким образом можно. Можно вот эти вот палочки, эти, которые воняют, вонючки, да, которые поджигаешь, они воняют. Не переношу их так, но иногда делаю, тоже чистят пространство хорошо. Свечку восковую, настоящую. Не обязательно там, чтобы она была освещенная или еще что-нибудь. Просто подождите там, походите там по углам ей, помашите. И видно, она начинает в некоторых местах почему-то кадить, коптить, да. Это значит, что там нечистые духи всякие сидят. Они же собираются там где-то по углам. И все. Потому что вы живете в квартире, да, у вас соседи непонятно какие-то. Что они там делают? Что не делают? Да. Чистить надо. Да, и себя. Из себя. Вот берите, например, вот бусы какие-нибудь. Четки. Зачем человеку четки нужны? Да, они же на каждую четку молятся. Вот возьмите себе бусы. Далеко не ходите. Я не люблю вот это вот выкидывать деньги на всякую ненужную дрянь. Да, так скажем. Люди сразу начинают в интернете что-то заказывать, бегать по магазинам, искать. Не нужно искать этих четок. Господи, возьмите бусы. Старые бусы там лежат у вас обязательно в комоде. Я знаю, они там лежат. Возьмите эти бусы, помойте их в проточной воде. И потом садитесь, посвятите вот время, полчаса, например, и помолитесь. Если у вас бусинок, там 100 штук, вот на каждую бусинку помолитесь. Или просто сидите пальцем.